Всем привет! Вы на канале Тренер и с вами Ренат Гарифолин. Сегодня разберем основные ошибки принесения удара лоу-кик. Начнем с положения ног. Многие бойцы, особенно начинающие, они всегда левую ногу почему-то заворачивают вправо. Но это, наверное, просто более удобно, более естественно стоять вот так. То есть побаиваются, люди стоят более фронтально и левую ногу развернуть чуть левее. Но, на мой взгляд, что левая нога должна быть чуть развернута влево. Вот. Хотя, допустим, вот в Таиланде на сборах были, то есть тайцы объясняют, что носки, ступни, да, параллельны друг другу в классической стойке тайского бокса. Ноги согнуты, руки, соответственно, перед собой. То есть получается как, что мы встаем в стойку из положения фронтального, где ступни параллельны друг другу и левая нога чуть впереди. Вот. Ножки согнули, вот эта классическая стойка тайского бокса. Я стою соответственно чуть-чуть по-другому. То есть я левую ножку разворачиваю влево, правая нога чуть вправо. И из этого положения уже наношу удар лоу-кик. Когда пробиваю лоу-кик, левую ногу мы разворачиваем, вот таким образом посильнее. И туловище уже вкручиваем, то есть разворачиваем туловище. Отвлеклись? Все-таки какая ошибка-то? То, что многие новички про это как раз таки забывают. И начинают вот из этого положения, из неправильного позиции уже работать. Вот так вот. То есть нога у них остается на месте, и они не понимают. Что же я делаю не так? Почему у меня сильно это не получается? Сильно не получается, потому что просто-напросто человек не разворачивает туловище. Нужно разворачивать туловище для того, чтобы удар был более жесткий, более сильный. Потому что мы здесь вкладываем не просто вес ноги, допустим, как вот в этом случае. Получается как пинок, да? Вот так вот. Когда мы разворачиваем туловище, получается так, что вы вкладываете тело. Разворачиваете на ноге, да? И уже непосредственно выполняете удар. При этом вы разворачиваете туловище и, соответственно, направляете большую часть массы своего тела на удар. Сейчас покажу начальное и конечное положение удара. То есть начальное положение у вас вот. Нога у вас развернута, чтобы удобнее было защиту ставить, и с этой, и с этой стороны. И выполняем удар. Вот, можно себя проверить вот в этом положении. Бьем мы голенью, середина голени, колено у вас развернуто, параллельно полу, можно сказать так. Таз у вас тоже вы разворачиваете. Себя проверяем как? Колено, таз, плечо на одной линии. То есть одна из типовых ошибок еще, что удар наносит, а вот таз вот здесь. То есть когда бьют, складываются. Сейчас покажу как это выглядит. Вот таким образом. Это как вторая ошибка уже, да? То есть начинает бить вот так. То есть при этом таз оставили сзади, а нога пошла вперед, корпус пошел вперед зачем-то тоже, да? Вот таким образом. Тут тоже самое. Вы вроде бы развернулись на ноге, а удар-то так и нет. Таз-то не вкрутили, таз кручивать надо. Обязательно таз кручу. Удар-то сразу видно, да? Даже и по видео, я думаю, видно, что сразу удар становится плотнее и пожестче. Что я бью вот так? Бить-то я вроде сильно умею, да? Не получается. Вот. А что я бью, когда я разворачиваю тулыще? Туда, да? С разворотом. То есть две типовые ошибки уже разобрали. Первая, это когда вы не разворачиваете ногу. Когда у вас нога вот так вот, да, опорная нога не разворачивается, вы делаете удар. Даже можно там стулочь назад. Но при этом вы не разворачиваете, массу тела не вкладываете. Вторая ошибка, это когда вы разворачиваете ногу, выкидываете ногу на удар, но при этом таз у вас остается сзади, и еще при этом наклоняетесь вперед, получается, книжкой бьете. Третья ошибка, это когда наносят удар лоу-кик и просто опускают руки вниз. Пробивают, руки внизу. На мой взгляд, есть два варианта. Первый вариант я называю для новичков совсем, второй вариант, может быть, для тех, кто уже поопытнее. То есть, руки мы просто держим плотно у головы, вот таким образом. Пробиваем лоу-кик, а руки у нас вот здесь, да. Второй вариант, может быть, и для новичков он будет проще для исполнения, потому что нужно выполнять отмашку. Но отмашку выполняем следующим образом. Удар правой ногой, соответственно, правой рукой выполняем отмашку. То есть, реверс делаем. Правой рукой мы отмах назад выполняем, правой ногой выполняем удар. Левая рука выполняет функцию защиты, мы перекрываемся вот таким образом. То есть, когда мы наносим удар, мы перекрылись левой рукой, правой сделали отмашку. Туда и вкладываемся. Четвертая ошибка, это когда спортсмен выполняет удар подъемом, вот этой частью. Это, на мой взгляд, неправильно, потому что вы можете попасть и в колено, и в защиту, и просто травмироваться. Все-таки удар нужно наносить голенью, вот этой частью. Потому что, когда удар уже более-менее сильный, и вы нанесете его противник, и ударите неправильным местом, скорее всего, вы травмируетесь. Наносите удар голенью. Пятая ошибка, то что новички выбирают неправильную высоту удара. Прежде чем бить по мешку, подойдите к мешку, посмотрите, на какой уровень вам нужно наносить удары. Мы бьем не в колено, мы бьем не в тазобедренный сустав, мы бьем где-то в середину голень. Вот подошли, и уже с дистанции отрабатываем движение туда. Я могу добавить еще шестую ошибку, когда начал бить, потому что она у многих новичков. При выполнении удара нога остается прямая, а должна сгибаться и ставиться на место. К чему это приводит? Что вы просто-напросто проваливаете сперед. Я сейчас продемонстрирую. Все, упали. Вперед на переднюю ногу. После удара ногу у нас сгибать и ставить на место. Опять пробиваем и ставим на место. Не оставляем ее прямую. Провалились, да? Когда нога у вас остается прямая, вы проваливаетесь вперед. Соответственно, будете просто наказаны, и по вам сработают контрдействия. Мы разобрали основные ошибки пронесения удара лоу-кик. Пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось. Предлагайте новые темы. Подписывайтесь на канал Тренер. С вами был Ренат Гарифуллин. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok